МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости 24 на 6-м канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Не заметил ЗИЛ. Сегодня рано утром в Киржачском районе на 53-м километре автодороги Сергеев-Пасад Орехово-Зуево водитель грузового Рено наехал на стоявшие на обочине ЗИЛ. Удар получился довольно сильным. От кабины Рено почти ничего не осталось. Водитель фуры получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В его кабине находился пассажир. Он получил открытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки и перелом ребер. Врачи борются за его жизнь. Водитель ЗИЛа хоть и был момент столкновения в своей машине, но, к счастью, не пострадал. На обочине он остановился, потому что у машины возникли технические проблемы. Оба грузовика и нагородние. Погибший водитель Рено из Костромской области. Предварительная вина рассматривается водителем автомашины Рено. Нарушение правил маневрирования. На данный момент будет проводиться расследование, в рамках которого будут установлены все причины данного дорожно-транспортного происшествия. Московские полицейские и столичный адвокат попались во Владимирской области на взятки. Они неоднократно приезжали в Головинскую женскую колонию к осужденной, которая сидит за мошенничество в предпринимательской сфере. Как стало известно, оперативникам подполковник-дознаватель Баранов из УВД Южного округа Москвы и адвокат уроженец Дагестана требовали женщины 6 миллионов рублей за улаживание разногласий с потерпевшими. При получении взятки полицейский был задержан. Адвоката тоже взяли как посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовным делом занимается Следственный комитет Владимирской области. Полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокату за посредничество до 12. Хотел стать настоящим мужчиной, а оказался инвалидом. Солдат-срочник воинской части, который располагается в Петсушинском районе, был госпитализирован с серьезной травмой. Теперь молодой человек одним глазом ничего не видит. И виноват в этом, по словам пострадавшего, его сослуживец. К слову, матери из колечного парня, который живет в Нижневартовске, даже не позвонили из части, где служил ее сын. До сих пор женщина не может добиться ни от кого информации о том, кто виноват в том, что ее здоровый ребенок стал инвалидом. В ситуации разбирался Алексей Дудин. Роман Ткаченко был призван в армию полгода назад из Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа. Служил в артиллерийских войсках в поселке Городище Петушинского района. 7 мая решил почитать книгу Пушкина. Вот только место выбрал для этого неподходящее – кладовку. Старослужащий сделал замечание в жесткой форме. Сейчас боец находится в Нижегородском военном госпитале. Диагноз – контузия правого глазного яблока тяжелой степени. О случившемся мать Романа узнала только неделю спустя. Да, сын все-таки набрался смелости рассказать ей об этом. А вот военные до сих пор хранят молчание. До сих пор, грубо говоря, вам из части так и не позвонили, не сказали, что с сыном что-то случилось. Вообще ничего, мне ничего не сообщают. Информация всячески скрывается. То есть о том, что ребенок попал в военный госпиталь, я узнаю абсолютно с других лиц. И как-то вообще все интересно получается, что даже со мной и лечащий врач не общается, со мной вообще никто не разговаривает. Причины получения травмы выясняем на месте с солдатской матерью Людмилой Ярилиной. Исполняющий обязанности заместителя по воспитательной работе майор Волков с прессой общаться отказался. Однако после звонка от одного из руководителей западного военного округа он все-таки доложил информацию председателю регионального комитета солдатских матерей. Со слов Людмилы Ярилиной, военные не видят ничего страшного в том, что они до сих пор не поставили родителей в известность о том, что их сын ослеп на один глаз. А старослужащий обидчик, кстати, уже на гражданке. Он был уволен, отправлен домой. Но я попросила мне дать адрес мамы, его адрес, чтобы я все-таки с мамой переговорила, насколько ее совесть вплатила, вот так вот все сделать. Он очень сильно переживал. Но у нее срок службы закончился. Так неужели не будет наказан? По словам пострадавшего солдата, оснований к возбуждению уголовного дела нет. Так Роману пояснил заместитель военного прокурора. То, что было объяснено мной, не подходит под уголовную статью для этого человека. То есть все произошло как бы случайно, и в этом не виноват никто. Ко мне никакие насильственные действия не применялись, и никаких уголовных действий произойти не может. Но после вмешательства нашей съемочной группы и солдатской матери военная прокуратура заговорила по-другому. Вот что ответил Людмиле Ярилиной, главный военный прокурор Владимирского гарнизона, Виталий Потаскуев. Почему не возбуждено уголовное дело по поводу солдата, который его слепым сделал? Верночеряем в следственном отделе. А, то есть не закрыто уголовное дело? Я так поняла. Проводится следственная проверка. Сейчас лечат, да, как бы, то есть в зависимости от вреда здоровью, его там соответственно и процессуальные решения. Ясность в этой истории должна появиться через неделю. Во-первых, выяснится, вернется к парню зрение или нет, а во-вторых, понесет ли наказание обидчик. Так или иначе, оставлять эту историю солдатская мать Людмила Ярилина не намерена. Она уже сообщила о случившемся руководству и в прокуратуру Западного военного округа. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. Услышать жизнь. Сегодня в Суздале собрались лучшие аудиологи со всего мира. Там открылся 10-й международный симпозиум, на котором специалисты обсуждают современные проблемы патологии слуха. С каждым годом растет число людей, которые плохо слышат. Сейчас в России более 13 миллионов человек с нарушенным слухом. И более миллиона из них – это дети. Что предлагает современная медицина больным людям, выясняли мои коллеги. Малыши ритмично двигаются под музыку. Слышать для них норма. Однако есть детки, которые с пеленок не знают голоса матери или отца. Каждый год в области на свет появляются 15 малышей, у которых есть проблемы со слухом. В регионе порядка 50 тысяч человек страдают такой патологией. Из них 800 – дети. Об этом сегодня говорят в Суздале. Проблему можно решить благодаря специальным устройствам. Порядка 250 тысяч слуховых аппаратов закупаются за счет средств местных бюджетов и выдаются пациентам бесплатно. Более 1400 кохлеарных имплантов закупаются за счет федерального бюджета и все пациенты получают их бесплатно. Георгий Таварткиладзе – авторитетный ученый с мировым именем. Вот уже три года он является генеральным секретарем Международной академии отоларингологии. Профессор рекомендует пореже слушать музыку в наушниках. Это провоцирует развитие глухоты. Проблемы могут начаться и после применения лекарств. Нужно очень осторожно относиться к применению препаратов с токсическим эффектом. Понятно, допустим, тот же генотомицин и генотомицин, они являются мощными антибиотиками, которые применяются при тяжелых состояниях, связанных с жизнью. А лечить ими простуду – это преступление, потому что ребенок может оглохнуть. Процессор вылавливает звуки, обрабатывает их и передает антенны на приемник импланта. Это кахлеарный имплант последнего поколения. Он позволяет слышать даже абсолютно глухому человеку. Его стоимость – 1 миллион рублей. Будущее – это полностью имплантированная система, которая и наружная часть, которая сегодня будет внутри. То есть пациент будет, ничего не будет видно, ничего не будет науке, и пациент будет слышать. И это ближайшее будущее. Подобные импланты скоро будут устанавливать Владимирским детям на базе областной клинической больницы. Операции будут проводить врачи Российского наушно-практического центра аудиологии и слухопротезирования. До этого приходилось ездить в Москву и Санкт-Петербург. Приговоры все закончились. Одобрение губернатора нам получено. Сейчас в некоторой формальности такой договор будет подписан. Все-таки это позволит более удобно для родителей, для детей, более ранний возраст. Когда ребенок после коклеарной имплантации разговаривает так, как любой слышащий ребенок, поверьте, это очень дорогого стоит. Коклеарная имплантация открыла колоссальные возможности для детишек, которым как бы без нее прогноз был бы один, был страна глухих. Кстати, с этого года бесплатно пациентам будут выдаваться не только слуховые аппараты и коклеарные импланты. Один раз в четыре года можно будет за счет государства заменить дорогостойший речевой процессор. Алексей Соков, Ирина Начарова, Константин Миронов. Шестой канал. Встретился со студентами. Визит во Владимир известного российского телеведущего, заместителя генерального директора федерального канала РЕН-ТВ Игоря Прокопенко продолжается. В эти минуты шестикратный обладатель ТЭФИ презентует в областном доме работников искусств свою новую книгу «Вся правда об Украине». А сегодня днем Игорь Прокопенко пообщался со студентами госуниверситета. Как это было, знают мои коллеги. Мало того, что жизнь на Марсе есть и была, более того, жизнь на Земле, она на Землю как раз попала с Марса. Звучит, конечно, фантастически. И вслед за великим Стивом Беннером я могу сказать, что мы все марсиары. Аплодисменты. Знакомство с ладимирскими студентами начинается шутливо. Игорь Прокопенко, обладатель шести ТЭФИ, автор восьмисотен документальных проектов, почти два десятилетия отдал военным тайнам. А в последнее время посвятил себя изучению космоса, древних цивилизаций и природных аномалий. Некоторые зрители обвиняют его в распространении лженаучных сведений. Но Прокопенко есть, что им ответить. Все, что вы видите в моих программах, если вы их смотрите, это уже правда. И когда у меня спрашивают, каков процент правды, я всегда отвечаю, что там все правда, просто эти программы для внимательного зрителя, для внимательного просмотра. Мы предоставляем возможность высказать все гипотезы, какими бы они фантастичными сегодня ни казались. Владимирские студенты на этой встрече больше напоминали поклонников. Вопросы задавали явно по теме про тайны тибетских монахов, современные технологии и вселенную. Свою любовь к передачам телезвезды выразили и преподаватели. Но их интересовали не только научные вопросы, но и подготовка материалов. Прокопенко отметил, над программой трудятся профильные журналисты. Но осведомители обычно работают не за деньги, а за идеи. Очень интересно общение с практиками, потому что они светило журналистике. И прошли довольно-таки серьезный путь. Некоторые элементы практические я вынес из-за ответов докладчика. Докладчика частично будем включать в курс лекции, материалы. Он очень хорошо себя держит, отвечает на все вопросы, какие бы они ни были, касающиеся технических прогрессов, каких-то нравственных или даже политических и философских. Очень было интересно, особенно под конец, так как мы получили возможность пройти практику на РНТВ. Игорь Прокопенко имеет два высших военных образования. Работал в войсках ПВО. Свою программу «Военная тайна» ведет уже 17 лет. На российском телевидении дольше живет разве что в поле чудес. Рейтинги «Военной тайны» зачастую даже выше, чем у хоккейных матчей на главных каналах. При подготовке программ журналист, как бывший военный, всегда думает о неразглашении гостайны. Безопасность государства для него важнее рейтинга. А вот критиковать чиновников не стесняется. Когда пришел Шойгу, когда я поднял свои материалы пятилетней давности, когда пришел только Сердюков, я ужаснулся той точности прогноза, который мы дали через две недели после того, как Сердюкова назначили на эту должность. Мы не предугадали только его роман с госпожой Васильевой. Студенты в ЛГУ подкинули метро журналистики и пару тем для будущих программ. Особенно интересует молодежь тему любви в космическом масштабе. Игорь Прокопенко пообещал, что эту тему обязательно раскроют. Посмотреть программу можно будет уже 21 июня. Валерия Саенко и Артем Горчаков. Шестой канал. Готовы ли американцы к труду и обороне? Сегодня студенты из штата Иллинойс давали на Владимирском стадионе Лыбит нормы ГТО. Ребята из-за океана приехали в наш город в рамках студенческого обмена между странами. Им интересно в том числе, как обстоят у российских студентов дела с физподготовкой. Гости уже осмотрели спортивную базу госуниверситета, побывали в Владимирских спортшколах. А сегодня решили узнать, готовы ли к труду и обороне, если бы были россиянами. Тема продолжит Василий Косенко. Ни с кем не соревновались, только проверяли собственные силы. Лейла Эйеш из университета штата Иллинойс во Владимире получила свое первое российское золото, точнее золотой значок, за то, что уложилась в положенное время и выполнила нормы своего упражнения. Мне кажется, это как веселое соревнование. В Америке есть нечто подобное в школах. Каждый год у нас проводятся такие же соревнования между школьниками. А вот прыжки в длину Лейле дались не так легко. Метр шестьдесят пять. Результат не самый высокий. Говорит, в последний раз прыгала еще в школе. Один метр шестьдесят пять сантиметров. Мне кажется, прыгала очень плохо. Я могу гораздо лучше. Надо практиковаться. Из России американская студентка увезет с собой и зачетную книжку по сдаче нормативов ГТО. В жизни не пригодится, но о веселом времени напомнит. В университете Лейла и ее однокурсники изучают кинезиологию, то есть биомеханику. Выпускники вуза, будущие тренеры и опыт российских спортивных зачетов им пригодится. Нас тоже проверяют физическую подготовку, но это если человек собирается служить в полиции или идет в армию. У нас в Америке нет таких больших соревнований, которые бы охватили всех студентов. Недавно американские студенты принимали у себя делегацию из Владимира. Нашим ребятам там очень понравилось. Планируется, что такие поездки как с одной, так и с другой стороны будут проводиться чаще. Все нацелено на то, чтобы продолжать обмен студентами и стажировки уже делать не двухнедельными, а может быть на месяц, на полгода. Сдать нормативы ГТО может каждый желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте и прийти в день соревнований на стадион Лыбедь. А проводятся такие смотры каждый третий вторник месяца. Обычно они собирают до 500 владимирцев разного возраста. Василий Касенко, Артем Горчаков, Шестой канал. За успехи в учебе, творческие триумфы и спортивные победы. В Владимире состоялось очередное торжественное вручение персональных стипендий. Их получили талантливые ребята нашего города. Всего 100 человек. На что школьники потратят деньги и сколько всего ребят поддержали за время присуждения премии. Подробности в материале Ирины Начаровой. Для них море аплодисментов, цветы и подарки. Во Владимире на Добросельской 2Г чествует 100 школьников региона, которые добились серьезных успехов в разных сферах. Илье Борисову всего 12 лет. Он сегодня тоже поднялся на сцену за заслуженные награды и получил персональную стипендию в номинации «Эрудиты». Я получаю данную премию за победу в областном интеллектуальном турнире «Умники и умницы», проводимом общественной организацией «Милосердие и порядок». Она позволит себе что сделать? Еще лучше учиться? Возможно. Книги там новые. Я хотела бы выразить огромную благодарность депутату Государственной Думы Григорию Викторовичу Аникееву за организацию этой программы. Это огромный стимул для детишек, для дальнейшего развития, поскольку они понимают, что их усилия, их старания оцениваются. Пять номинаций – отличники, таланты, эрудиты, организаторы и спортсмены. Отметим, традиция честного от самых талантливых и одаренных существует уже 14 лет. Дважды в год в декабре и мае 200 талантливых ребят получают заслуженную награду. За это время в торжественной обстановке поощрили порядка двух с половиной тысяч детей. Важно взаимодействовать с детьми. Понятно, что это делает школа, родители, прежде всего родители. Но когда включается в этот процесс еще и общество, общественные организации, гражданское общество, я считаю, что таким образом мы стимулируем детей к развитию, получаем результат. Следующая торжественная церемония награждения новых стипендиатов состоится уже в декабре. Еще 100 ребят региона получат заслуженное признание и стимул для новых совершений. Прямо сейчас прогноз погоды и еще немного полезной информации. А я напоминаю вам, что новости можно делать вместе. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова